Нижний Вальтовск И это на севере Сибири У нас 8 месяцев зима Настоящая зима Поэтому, когда я ехал к вам Я не думал, что у вас тоже холодно У нас минус один А у вас только плюс пять И у вас снег идет Это наверно знамение Пробуждение из Сибири придет в Словакию В начале 90-х Только только Советский Союз развалился И я проповедовал в Англии И после служения К нам с женой подошла одна пожилая английская пара Пришел к нам один старший манжелский пар Англицкий И они так любезно начали говорить с нами И он говорит Василий Спасибо тебе Дякую тебе Что ты приехал в Сибири Что ты приехал в Сибири Мы специально пришли на служение Мы специально пришли на богослужбы Чтобы увидеть Абы мы увидели Обычно на служение приходят, чтобы услышать А он пришел, чтобы увидеть А он пришел, чтобы увидеть Чтобы увидеть Абы увидел Как выглядят люди из Сибири И потом он сказал Очень честно Мы с женой очень удивлены Что люди в Сибири выглядят Как нормальные люди А что люди на Сибири Вызрают Как нормальные люди Я ему ответил Спасибо, что пригласили Что позвали Мы видим Что в Англии Некоторые люди Выглядят тоже Как нормальные люди Но вы-то знаете Что люди в Сибири Выглядят нормально Но вы видите Что люди на Сибири Вызрают Аминь У меня есть привет в Сибири Привет Принесла сама поздрав За Сибири Но послание с неба Но послание с неба Помогите Вы можете помочь мне Прямо сейчас Мне нужна ваша помощь Потребую вашу помощь Можете мне teraz помочь Поверните К тому, кто рядом с вами Посмотрите на него И скажите ему Пастор Василий Думай, что ты хорошо выглядишь Пастор Василий Си мысли, что Добре вызраешь Сказали, да? Повернись Вы можете ответить А можете ответить Что там пастор Василий Думает Иисус думает Что я хорошо выглядишь А что там потом Чо си мыслит пастор Але Ежи Си мыслит Что добре вызра Аминь Аминь Дорогие друзья Дорогие приятели Мне нравятся Многие обещания Которые дал Ежи Мне са пачка Многие заслубения Которые дал Ежи Но одно особенное Але едно Обзвлашть Ежи сказал Ежи Поvedал Что если мы будем Соберны во имя Его Что покиа Са встретиме В Его мене А мы пришли сюда А мы пришли сюда Конечно для того Чтобы встретиться Друг с другом Самозременно И потому что А мы пришли Навзайом Но поскольку Мы знаем Что и Он С нами И у нас нет Никакого Сомнения Что Он здесь Такого быть не может Что мы собрались Ждем Его Ждем Его А Его нету А Он не прийде Он пообещал Он слубил Но нету Но не пришел Другие друзья Другие приятели Это мы можем Пообещать И не сделать Бог ничего Не говорит Что не будет делать Он говорит Только то Что Он соберется делать Он пообещал И то что Он И то что Он сказал А то что Он Поведал Он обязательно Сделает Он урчите Уробит Поэтому он не может Быть такого Сегодня Что вы ждете Иисуса Что вы Очакаваете Иисуса А приехал Василий Из Сибири И говорит вам Извините Пожалуйста Иисус Он Уже хорошо Уж то есть Но совершенно По-другому Быть Затронутым Иисусом Прикоснуться К Иисусу Потому что Прикосновение Иисуса Это всегда Благословение Это всегда Изменение По-другому Потому что мы Верим И Он Он нам Говорит Для того Чтобы мы Верим Увидели Как Слово Его Исполняется Аминь Однажды И вы Планируете И кто Записал В пятницу Пяток Умереть А в понедельник Встретимся с учениками Никто Никто А Иисус Так сделал Он Говорит Ученикам Своим Я умру Я умру Но потом Мы с вами Встретимся А потом Мы с вами Встретимся И это значит Что Он Живой Пред нами Открылись невероятные Встретили Иисуса Открылись Пред нами Неуверительные Встретили Наскрылись Предназначения Нашей жизни Понимание Для чего мы живем В предназначении Наскрылись Наше Призвание И какое у нас С вами Призвание Мы Призваны Мы Часто Кажем О призвании Мы думаем О дарах Служения Думаем О дарах Службе И это Правильно Но не это Начало У нас Есть два Призвания Нет Это не так У нас Одно Призвание Но две Стороны В этом Призвании Первое Послание Коринфянам Первая Лист Коринфянам Первая Глава Девятый Стих Там Сказано Там Соговори Что Бог Верный Бог Верен Бог И Он Призвал нас А Он Нас Поболал В общении С Сына Его Иисуса Христа Сполоченство Сына Его Сполоченство Его Сына Иисуса Христа Какое у тебя И у меня Призвание Что значит Призвание Быть Позваным Для чего-то К нечему Для какой-то цели Бог Нас Позвал Чтобы мы Имели Общение С Иисусом С Иисусом Смотрите Как там Сказано Позрите Как он Сына там Говорит Верен Бог Бог Верный Это Неизменный Ничего не Изменилось Ничего не Изменило Наше Призвание Мать Хорошие Общение С Иисусом Но мы Призваны В общении И мы Призваны В служение Мы Призваны Делать Что-то Для Бога Мне Очень Ненавица Говорить Так Делать Что-то Для Бога Скажите Пожалуйста Что мы Можем Сделать Для Бога Когда Говорят Мы Служим Богу Можем Говорить Мы Служим Богу Я Просто Деллюсь С вами Своими Чувствами Своими Мысли Служить Это Делать Что-то Помогать Другому И Восполнять Его Нужные В чем Бог Нуждается Чтобы Мы Сделали А А А Бог Нуждается Чего Нуждается Чего Бога Нету Что мы Можем Ему Дать Бог Можем Обойтись Без нас Потому Это Его Милос Что Он Может Обойтись Без нас Он Может Вся Без нас Может Вшедко Робить Без нас Но Решил Для нашего Блага Делать С нами Робить То С нами Поэтому Когда Я Служу Богу Это Не Значает Что Я Делаю Что-то Для Бога В чем Он Нуждается Это Означает Что Бог Мне Позволил Что-то Делать Вместе С Ним Чтобы Это Благо Для Меня Мы Не Лен Служим Богу Мы Служим Вместе С Богом Потому что Без него Мы Не Можем Ничего Потому что Без него Не Можем Ничего Робить Я Пробовал Не Получается Мы Призваны В Служение У нас Разные Дары У нас Одна цель Создать Тело Христа Будовать Тело Христа Будовать Тело Христа Аминь Здесь Написано У меня В конспекте Все говорят Аминь Еще раз Попробуем Так что Еще раз У нас Разные Дары Мам Рвозные Дары Одна Цель Строить Тело Христа Будовать Тело Христа Аминь Так хорошо Проповедують Вместе С вами Добре Казать Сполу С вами Вы Пойдете Со мной В Сибирь Пойдете Со мной На Сибирь Почестуйте Со мной На Сибирь Аминь Аминь Вы Со мной Да Если Я Не Такой Проповедник Как Вы Привыкли Видеть Я Извиняюсь Итак Мы призваны Служить Когда мы Общаемся С Иисусом Мы начинаем Понимать Иисуса Но Общение Это не только Понимание Это еще Влияние Когда я Говорю с Иисусом Я Понимаю Его И Он Влияет На меня Что это означает Это означает Что я хочу Быть Таким Как Он Я хочу Делать То что Он делает Поэтому Если Есть Общение Всегда Будет Служение А если Есть Общение 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 И нет Служения То это Не Общение Потому что Если нет Влияния То и нет Общения Суть Общения Не Знание Подстата Сполоченства Не Зналость Познание Суть Общения Влияние И мы Призваны В служение Я снова Повторяю Призваны В служение Вот Для служения Пре Службу Конечно Нам нужно Знать Бога Потому что Мы Служим Вместе С Богом Но И нам Нужно Еще Понимать Время В котором Мы Живем Особенность В Ветхом Мы Читаем Что Там Были Люди Которые Называли Мудрыми Людьми Целая Целая Семья Целая Родина Они Пришли Чтобы Строить Скинью Родина Пришла Аby Поставили Светостанок И там Сказано Что они Знали Что Делать И Знали Когда Это Делать А Ведели Кеды То Май Родина Если Мы Знаем Что Делать И Делаем Это В неправильном Время Будут Несправные Вýsledки Мы Ничего Хорошего Не получим Ничего Добре Са Нам Неподарим Поэтому Мы Должны Знать Время Понимать Время В котором Живем Похопить Час В котором Живем Я Вам Скажу Таким Образум Мы Не говорим Сейчас О Часе Четвертой Индустриальной Революции Или Postmodernизм Это Человеческий Взгляд На Обстоятельства Сегодня А как Бог Видит Это Время Живем Я Вам Скажу Так Что Все По Прежней Время Прежней В старшей Часи Оно Начало С День Пятидесятницы В Ерусалиме День Пятидесятницы На День Пятидесятницы День Апостолов Вторая Глава Помните Куда Они Были Вместе Если мы Хотим Чтобы было Как у них Мы должны Быть Как они Они Были Вместе И Заступил Дух Святый А почему Они Были Вместе Потому что Было что-то Одно В что Они верили И это Обитование А Я говорил с пастером Я сказал Почему я здесь Потому что Я верю В пробуждение В Европе Я здесь Чтобы быть Вместе С теми Людьми Которые Веруют В пробуждение В Европе А если мы Будем Вместе И будем Верить В одно А Будем Верить То Истое А Втуда Бог Робит То Что Слубил А то В чем верим А А Когда они Были Вместе Заступил Дух Святым Начали Верить Верить Не все Это Понимали Не Вши Верить Верить А А Апостроли Верить Это Произошло Потому что Исполнилось Пророчество А потом Дальше Апостроли Верить Что Будет Так Всякий Кто Призвит Имя Господня Спасется А потом Написано Что они Прияли Слово И крестились И присоединились К чему Присоединились К церкви И Деяния Апостолов 2 глава 47 стих Господь Ежедневно Пан Каждый День Прилагал Спасаемых К церкви Господь Ежедневно Пан Каждый День Прилагал Спасаемых К церкви Пойте верить В то Что люди Будут спасаться Каждый день Мы будем Видеть Как люди Спасаются Каждый день Но Я скажу Таким образом Я таким способом Служим Неспасеному Человеку Нужно Спасение А спасеному Человеку Нужна Церковь Господь Ежедневно Пан Каждый День То есть Бог Так Серьезно Бог Так Важно Что Он Брал Человека В Понедельник И не Оставлял Его До Воскресения Потому Что Человеку Каждый День Нужна Церковь Конечно Нам не Каждый День Нужно Служение Нужно Три Раза День Служение Но 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 Часто Церкви Это Очень Важно Для нас И так Время В котором Мы Живем Это Время Спасения Время Церкви Час Церкви Час Напънение Пророцтев Пророцтво Са Напълнило Все Пророцтва Которые Говорили Об Иисусе Они Исполнились И каждое Пророцтво Которое Говорило Иисус Оно Исполняется Дорогие Друзья Если Все Что Было Сказано Об Иисусе Это Исполнилось В Иисусе То нет Никакого Сомнения Так Не Жидно Похипно Что Все Что Говорил Иисус Это Исполни Что Все Говорил Иисус Теж Напълни Если Исполни То Что Было Сказано О Нем То Исполни Все Что Было Сказано Им И Это Время Исполнения Пророчеств Время Церкви Час Церкви Время Спасения Час Дух Святой Не пришел И ушел Он С нами Он Здесь Он Среди Нас Он И это Его Время Это Его Время Мы имеем Повеление Маме Повеление От Господа Но мы Не имеем Силы У нас Есть Повеление Маме Приказ А у него Есть Сила А он Ма Силу Час Спасения И Время Церкви А Час Церкви Что Это означает Что Церковь То Знам Что Церковь Должна Думать О Спасении Людей Но Спасение Это Дело Божье Мы Часть Это Мы Можем Говорить Людям Но Мы Не Можем Измени Сердце Людей Так Дорогие Друзья Мы Здесь Чтобы Свидетельствовать Об Иисусе И Дух Святой Здесь Чтобы Свидетельствовать Об Иисусе Зачем Нам Делать Это Повезнь Зачем Нам Делать Это Без Духа Святого Если мы можем Делаить Это Место С ним А Место Время В котором мы живем Это Очень Трудное время А Место На Ктором Жим Это Самое Трудное Место В Самом Трудном времени Я Еще Не Встречал Ни Одного Пастера Или Верующего Который Б Б Место На Ктором Служим Это Самое Легкое Место Не Легшее А Легкое Легшее Найлегшее Место Найлегшее Нет Такие Люди Тяжелые Люди Хорошие Люди Но Когда Ты Начинаешь Говорить Об Иисусе Их Очень Тяжело Достигнуть Если Это Время Спасения И Это Время Духа Святого Мы Должны Верить Что Невозможно Нам Когда Мы Достигаем Других Людей Близких Знакомых Дальних Дух Дух Святой С нами И здесь Я хочу Вам Рассказать Свою Историю Потому что Я вам Рассказываю То что Я точно Знаю По двум Причинам Потому что Прочитал Библию Но Прежде Я Прежил Это Я Прежил 27 лет Советском Союзе Прежил 27 лет Советском Союзе Моя 1965 1965 Року Мало Кто из вас Родился В этом году Мало Кто из вас С вас Народил В том Року И в 1982 В 1982 В 1982 Року Ко мне Подошел Я только Закончил Школу Ко мне Подошел Один человек И сказал Василий Я вижу Что ты любишь Читать Я читал Розные книги И он говорит Тебе нужно Почитать Одну книгу Я говорю Хорошо Я ему говорим Добре И у него был Пиджак А мал Костюм Ано Мал Облек И он Пришел ко мне Пришел ко мне И сказал Подойди поближе Подошел поближе Пришел И он взял И вот так Спрятал книгу И сказал Никому не показывай И я пришел домой Открыл Отворил И это было Евангия А это было Евангелие Я начал читать Дочитал До 14 Страницы И понял Что эта книга Не для меня Я вернул ему книгу Вратил ему книгу И он спросил Ты при чем А он сама Спытал Прочитал Си то Я сказал Нет, это книга Не для меня И больше не хотел читать Потом через какое-то время Может быть через месяц Я ехал в автобусе Сидел Мне было 18 Даже 17 лет Я сидел В автобусе И зашел мужчина А пришел муж Стал рядом со мной И начал смотреть на меня Ему было лет 40 Мало около 40 И я подумал А я сам порозмышлял Что он Что он Хочет, чтобы я Уступил ему место Что я сказал Я сказал ему Садитесь Я сказал Нех ты Садитесь Нет, нет, нет Я сейчас Выйду Я сейчас Выйду Но я хочу, чтобы ты знал Что Бог призвал тебя Что Бог тебя Быть пастером Быть пастером Он вышел Он выступил А я подумал А я сам порозмышлял А что это означает Слово пастер А что знамена Слово пастер И Бог призвал А Бог ма поволал То есть я слышал Я сам почул Что когда кто-то умирал Что когда кто-то умирал То говорили, что Бог его призвал А я не хотел быть призванным Богом А я сам не хотел быть призванным Богом А теперь не очень веселая часть истории Моя мать сильно болела Моя мама была очень хора И у нас были связи А мы были связи Но врачи сказали Что они не могут помочь Но поедали Лекари поедали Что они не могут помочь И мне посоветовали Поговорить с одним С Ксензом Я был вообще неверующим Болся целиком неверующим Меня интересовала Только моя мать Моя мать Я пришел И он сказал мне Он мне поверил Если ты будешь Каждый день Молиться Отче наше Богородице Модлиться Отче наше Здравос Утром Рано Девять раз Днем Девять раз Почас дне Девять раз И вечером Девять раз А вечер Девять раз Так матка Будет жить А теперь послушайте Я пошел В Советскую армию Я пошел До Советской армии И там вообще Нет свободного времени А там Вобед не Вольный час И ты вообще Не можешь В армии молиться А ты вобед Са не можете В армаде Модлить Тем не менее Я молился Каждый день Каждый день Са модлил Так как он мне сказал Прошел год Прошел рок И моя мать умрела А моя матка Зомрела Мне было 18 лет Мал som 18 роков И я сказал А я сам поvedал Если Бог есть Покиял я Бог То я не хочу больше Знать этого Бога Не хочу Виас познать Того Бога Потому Что я делал То что я не могу А он Даже не сделал То что он может Я не просто сказал Что я не хочу Знать Бога Я сказал Что я всю свою жизнь Буду воевать с Богом Я был очень Агрессивный В каждой ситуации Которой я слышал О Боге Прошло несколько лет Я жил в Сибири Прошло несколько лет Я жил в Сибири Теперь Послушайте меня У меня Вот есть пророчество Бог сказал Бог сказал А вот здесь я А тут я Который не хочет Слышать о Боге Который ниць не хочет Почуть о Богу А готов воевать с Богом А я приправен Боять против Бога Как исполниться Это пророчество Я не хочу Слышать о Боге Я не хочу Почу ниць о Боге И даже не говорите Мне эти глупости Не говорите мне Те глупости И вот Конец 80-х годов А на конце 80-х годов Я жил в Сибири Жил в Сибири И меня отправили В Ригу К командировку В Латвию К командировку А послали меня На служебную цесту До Лотиска Лутеранская церкви Очень странно Очень странно Выглядел Велик Чудно Вызерал И пожилой Такий старший пан И я подумал А я сом си помысл Что он работник сцены Что он там Пракует на том Явиску И он хочет что-то Починить А что хочет Нечо оправить Дорогие друзья Дорогие приятели Мне пытались Говорить о Боге Но Я помнил Это место писания Если скажете Хулу против Духа Святого Если скажете Что-то плохо Против Духа Святого Вам не простится Пока поведете Нечо против Духу Святому Не будет вам отпустим Я столько наговорил Против Бога Что теперь Даже если бы я хотел Мне не нужно искать его Потому что он меня Никогда не простит И вот этот мужчина Поднялся И сказал Давайте сейчас Причем из Евангелия Я подумал Зачем работник Сцены Будет читать Из Евангелия Я это вообще не слышал Но он закончил Проповедуете Раньше Чем я захотел уйти Я уже хотел уходить Уж сам хотел уходить А он закончил И мне стало интересно Что дальше Я стою Я вообще не понимаю Ничего я не понимал Причем 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 Я не могу понять А сразу все Поставили Знаете что начали делать А вете что Заачали делать Я вообще не понял Они начали делать Вот так Я стою А я там стою И думаю Размышлям Я видел Сумасшедших людей Я сам видел Ушеланных людей Но столько Но столько Много В одном месте Но только На одном месте Я никогда Не видел Я никогда Не видел Я стоял И думал Я сам там Стал А размышлял Это что Должно С людьми Произойти Чтобы они Вот это Делали И вот я стою там А стою там У меня никаких Положительных мыслей О Боге Да мне вообще Никаких мыслей О Боге нет Да я вообще О Боге не думаю Так здорово Что он не как мы Ако добре Что когда Мы о нем не думаем Он все равно Думает о нас Ако добре Что он не как мы Что и мы На него не мыслим Он мыслит на нас Когда мы даже Его не ищем Он простирается К нам И вот я стою Вот так Я думаю Что на небесах Был отчет А размышлям Что на небесах Бол Отчет Отпочитавали Пять Пять Четыре Четыре Три Три Два Два И вдруг А сразу Меня ударила Молния Ма удрил Блеск Электрическая Молния Как будто Электрическая Молния Ако Кабы Электрический Блеск Прошла Через все Мое тело Прошел Целое Мое тело Не буду Рассказать вам Детали Но у меня была Встреча с Господом Но встретил С Паном Когда я Пришел К себе А пришел К себе А пришел К себе Прето Что я стоял Вот так С открытыми Глазами Отвorenыми Очами И рядом Со мной Стоял Молодой Человек А ведла Места Младый Муж И он Триас Меня И говорил Брат 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 Выходи Все уже Вышли Увши И когда я Вернулся В себя Никого Уже Не было Я просто Вот так Стоял Первая Мышленька Которая Мишленька Нужно Убегать Отсюда Как можно Быстро Вы скажете Почему У меня Была Встреча С Господом Стоял С Паном И потом Что я Причал В Иванове А потом Что я Причал В Иванове О любви О прощении Он мне Это сказал Он мне Это сказал Он мне Это сказал И теперь Он мне говорит о любви Он мне О ласке У меня Встреча С ним А я Хочу Убегать Отсюда А я Хочу Утеть До тела Причем Потому что У меня было Преживание С Богом Но не было Понимание Бога Они Увидели Меня И начали Звать К себе И начали Говорить Мне Брат Иди сюда И я Повернулся И сказал Я Ваше Брат И идите Сами И сказал Куда Им нужно Ити Я Я подумал Чем Дальше Я буду От этого Места Чем Лучше Будет Для меня И когда Я возвращался В гостинницу Там Там Был кино Театр И двери Открылись И люди Начали Входить И люди Начали Входить И видимо Там Что-то было Очень весело Кинокомедия И все Смялись Такие веселые Были Вшти Боли Веселые И когда Я шел Я остановился Застал И у меня Открылись Духовные глаза Открылись Духовные очи Я смог Увидеть Людей Внутри Я увидел Этих Людей Они Смеются А внутри Пустые А внутри Несчастные Я даже не мог Объяснить Как это Я вспомнил Тих людей Которых Я убегал Я почувствовал Что у них Есть что-то У них Есть Что-то Что мне так нужно Но я все равно Решил убежать И я Пришел В гостиницу На место Шел Дух Святой Заступил на меня Дух Святой И я трех суток Мог подняться Только попить воды Три дни Поднимался Только попить воды И не мог И как вы видите Я не убежал Не убежал Не утекал И стоя Как я вернулся Обратно Я вам расскажу В следующий раз Аминь Почему я историю Об этом рассказал Потому что Это время Духа Святого Потому что Это время Духа Святого И я Когда начал общаться С верующими Я начал думать Таким образом Потому что Все начали говорить Потому что Все начали говорить Как они были спасены И это Обычные истории Боли то Такие Бежные Прíбы Никто им Рассказал Они Пришли на Богослужбу А мне начало Казаться Что у меня Особенная история Что я мам Винимочный Прíbeh И тогда Рассказал Это не потому Что ты особенный Это не потому что ты особенный Послушайте Кто то есть Никто Ты прямо говоришь Господу Ты прямо говоришь Богу Господи Пане Сделать для меня Что-то публично Урок Пре меня Ничего Верене Чтобы Я мог Увидеть И другие Увидели Что я особенный Абы Я Случался И другие Увидели Что я Винимочный Посмотри смотри на Крест Позри Ся на Криста Где Иисус И ты увидишь Что ты особенный Если ты На кресте Не видишь На сколько ты особенный Там все Оставное Навряд ли тебе поможет не поможет. Потому что ради тебя Иисус зашел на крест. И именно это делает тебя особенным. Я начал думать, что я такой особенный. И Господь сказал мне, это потому что ты был закрыт. Либо ты был закрыт. И никто не мог достучаться до тебя. Ты никого не мог слушать. Никого не хотел слушать. Но был кто-то, кто молился и говорил, Господь, есть человек, которого ты призвал, в жизнь, которого ты говорил пророчески. Но жизнь его так сложилась. Но его жизнь его сложилась так, что он не слушает твое слово. И естественно, невозможно никак его достигнуть. Но он должен быть частью твоих планов. Но сейчас особое время. Это время Духа Святого. Это часть Духа Святого. И кто-то молился, чтобы Дух Святой коснулся меня. Чтобы сверхъестественным образом Господь проговорил мою жизнь. И это произошло со мной. И знаете, что? Это по-прежнему тоже время. А это по-прежнему время Духа Святого. Это по-прежнему время Духа Святого. И конечно, когда мы говорим и верим то Дух Святой коснулся людей. Но я тебе могу сказать следующее. Даже самые закрытые люди. Они могут быть изменены силой Духа Святого. Тих, кто даже не хотят слушать Господь. Тих, кто не хотят слушать Господь. Тих, кто даже не хотят слушать Господь. А не могут прежить прекрестное время. Встречу с Господь. Можут прежить Дотык Божий. Среди с Богом. Можут прежить с Паном. Можут прежить с Духом. У меня одна история. Очень коротко. Мам один краткий прих. Я уже пастер. Я шумусь пастер. Кажем. Люди спасаются. Людь, которые спасаются. И одна женщина приходит ко мне. А прихádza ко мне одна жена. И говорит. А говорит. Пастер Василий. Я хочу вас предупредить. Мой муж против того, что я хожу в церковь. Будьте очень аккуратны. Потому что он хочет вас побить. И она несколько раз так мне сказала. Потом она подошла. И говорит. Пастор Василий. Будь очень аккуратны. Потому что муж сегодня был очень злой. И он сказал. Что он убьет тебя. Я подумал. Это просто угроза. И вот идет служение. Иду в богослужбы. Я скажу. И здесь сбоку двери. А на боку с двери. Двери открываются. Отвертые двери. И там стоит мужчина. И смотрит на меня. А я понюю. А я поняла. Кто это? Что кто это? И зачем он пришел? А при чем он пришел? Двери закрываются. Двери сiąдываются. Я проповедую. Я скажу. Двери открываются. Двери сутвирают. Он смотрит на меня. Позарит на меня. Закрывает дверь. я проповедую он открывает дверь и показывает мне, что он со мной сделает служение закончилось я позвал людей к покаянию люди начали выходить и вдруг дверь открывает и он заходит оттуда идет злой я думаю это не лучшее время что подумают новообращенные когда пастор будет драться с мужчиной и он выходит злой становится вот так смотрит на меня и говорит то, что ты говорил это правда он принял спасение они уехали в библейскую школу потом они были мисионерами потом он заболел я пришел к нему домой чтобы молиться за него и он очень был печальный я был очень печальный он был веселый и сказал пастор не напрягайся не будь не покойный Иисус даровал мне победу Я не могу преиграть в этой ситуации если он исцелит меня я буду жить если не исцелит я буду с ним на небесах я буду с ним в небе это по любому лучше у меня нет ни одного проектического варианта не про меня ни один вариант это человек который пришел меня убить это человек который пришел меня забить Аллилуйя Аллилуйя АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ